МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Территория опережающего развития Угловка получила новый медицинский центр благодаря участию в федеральной программе. Ретро на новгородских дорогах Волги и Победы еще могут дать фору детищам современного автопрома. Счеты с косточками, старинные вазочки и портрет товарища Сталина. Новгородский блошиный рынок мал да удал. В эти минуты в поселке Угловка Акуловского района начинается прием первых пациентов в Центре общей врачебной практики. Его появление стало возможным благодаря участию в федеральной программе по развитию моногородов. На строительство Центра было выделено более 14 миллионов рублей. Это средства областного и федерального бюджетов по программе моногородов. Напомним, в марте 2018 года председатель правительства страны Дмитрий Медведев сообщил о решении присвоить статус территории опережающего развития 19-ти монообразованием, в том числе Угловке. Медицинский центр рассчитан на 42 посещения в смену. Первичную медико-санитарную помощь в нем смогут получать почти 4 тысячи жителей Акуловского района. Подробнее об этом в наших вечерних выпусках. Ремонтные бригады энергетиков завершили устранение последствий циклона, прошедшего по области на минувшей неделе в северо-восточной части Новгородского района, в частности в направлении деревни Чистова. Энергоснабжение удалось восстановить только в выходные. От действия стихии больше всего пострадали Новгородский, Крестецкий, Акуловский, Валдайский, Боровический и Демянский районы. Шквалистый ветер стал причиной обрывов проводов и повреждений на линиях электропередачи. В ремонтах были задействованы 180 человек и свыше 50 единиц техники. Часть потребителей была запитана во временной схеме от дизель-генераторов. В Новгородэнерго напоминают единый телефон горячей линии МРСК Северо-Запада 8 800 333 0252. По нему можно сообщить о нарушениях в электроснабжении. Также энергетики призывают соблюдать меры предосторожности при нахождении вблизи ЛЭП запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, а также проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Андрей Никитин готов встретиться с депутатами нового состава Думы Великого Новгорода и обсудить варианты совместной работы по развитию областного центра. Об этом губернатор сообщил на встрече с избранным председателем городского парламента Алексеем Митюновым. Глава региона поздравил спикера городского парламента с началом трудовой деятельности в новом статусе и выразил надежду на плодотворное сотрудничество областной и муниципальной власти в дальнейшем. Андрей Никитин отметил, что цель у всех одна сделать самый древний город России самым красивым и ухоженным городом, где будет комфортно жителям и приятно гостям. Я бы очень хотел, чтобы у нас в городской думе, я знаю, разные есть партии, разные взгляды, но самое важное, чтобы эти взгляды все были направлены на благо города, на развитие города. И, конечно, вот такую коалицию развития я хочу, чтобы вы смогли сформировать и ее возглавить. Полностью согласен с вашими словами о том, что необходимо консолидировать все усилия, всех политических сил, каждого из депутатов, использовать их потенциал, их возможности, эффективно для того, чтобы принимать правильные решения, единственное правильное решение для того, чтобы город развивался. Также Андрей Никитин напомнил Алексея Митюнову о важном выборе, который предстоит сделать городским депутатам нынешней осенью. Они должны будут определиться с кандидатом на должность градоначальника. Завершая встречу, губернатор заявил о поддержке нового состава городской думы и предложил встретиться с депутатами для обсуждения планов развития областного центра. Пока в Сочи ревели моторы на знаменитой формуле 1 легенды отечественного автопрома колесили по новгородским дорогам. Область приняла завершающий этап Кубка России по ретро-ралли. Почти три десятка экипажей преодолели более 500 километров по пути, посещая воинские мемориалы и братские захоронения. Наталья Савицкая с ветерком пронеслась за Волгами и победами. Перед стартом сплошные нервы. Все-таки финал чемпионата. Подготовка отнимает чуть ли не больше сил, чем самогонка. Девчонкам на жуке буквально в ночь пришлось менять трамблер. Говорят, у их капризной букашки всегда именно так. Накануне выходят из строя свечи, перегорают лампочки, что-то еще. Приходится буквально уговаривать машину не капризничать. В ретро-автомобиле, я не знаю, как раньше люди в них ездили повседневно, они с таким характером, с ними нужно договариваться, с ними нужно выстраивать отношения. Это абсолютно живой объект, это член семьи на самом деле. Я думаю, что мы все получим удовольствие и горожане, и участники. Я всех поздравляю с открытием пятого этапа Кубка Рафа. Между желающими рассмотреть раритеты и с ними сфотографироваться к машине не подобраться даже владельцам. Детей, правда, манит еще соседняя площадка. Тут тоже сплошное ретро. Для нас. Для них диковинные и непривычные игрушки. Железо завод АЗЛК в свое время не жалел. Теперь и хозяину богатой коллекции. Своего добра для детей не жалко. Дети могут в них врезаться, стукаться. То есть их никто не ходит, говорит, вы что, это же антиквариат, оно там столько стоит. Нет, это в советское время это было, вы приходили, платили 15 копеек, а целый час катались. Ну, то есть тут принцип такой же. Машины, которые не боятся контактной езды, сделаны в СССР, а значит легко ломаются, но быстро чинятся. В восторге и папы, и папины дочки. Ты когда вырастешь, на какой машине будешь жить? На красной. Это мой любимый цвет. В числе представленных экспонатов красных аж целых 4. Всего участников почти 30. Сюда машины доставили на автовозе. Лишняя проверка на прочность раритетом на колесах ни к чему. На таких ралли поэтому даже скорость не главное. Этим старикам гораздо больше к лицу пунктуальность. Надо ехать, не быстрее всех, а точно вовремя. Это называется соревнование на регулярность. От контроля пункта времени до другого пункта надо проехать с точностью до минуты. А на спецучастках надо ехать с точностью до секунд. После зрелищного маневрирования на площади машины выбираются в город. У новгородцев в эти дни была уникальная возможность поравняться в потоке с такими красавцами. Дальше карта ведет по трассе. Тут, говорят штурманы, главное не сбиться с маршрута. Впрочем, кого-то при выезде с Юрьевского шоссе снова тянет на Новгород, когда ждут уже в Шимске. Экипажи идут дорогами Победы. На больших остановках возложение цветов и посещение лагеря реконструкторов. Очень живописные, красивые места. Сегодня нам очень повезло с погодой. Пока получаем массу удовольствия. А дороги, дороги как? Дороги, вы знаете, приятно удивили. Их качество тут архиважная составляющая. Стоимость каждой машины исчисляется тысячами долларов. А для владельцев эти пенсионеры так и вовсе бесценны. Они сдувают с них пыль и ревностно не пускают за руль посторонних. Впрочем, корреспондентам НТ ведь сложно отказать. До старта допускаются только участники, которым за 30. Это образец 1976 года. Машина вроде бы еще и не музейный экспонат, но за рулем чувствуешь уже, что ты едешь за рулем легенды. В одной категории с сочно-зеленой «Волгой» за звание лучшего «Янгтаймера» борется еще одна уроженка Волжского автозавода. Экипаж губернатора Никитина и его брата. За номером 53. Автомобиль небесно-голубого цвета не просто с историей, а с семейной историей. Мы гордимся тем, что это та машина, которую мы не купили, ни где-то там приобрели на барахолке. Мы в детстве на ней ездили на дачу. В общем, потом, конечно, пришлось ее немножко подремонтировать. Но сейчас она на ходу и ровно в том состоянии, и с теми оригинальными деталями, которые у нее были изначально. Региональная тема на Кубке РАВ по ретро-ралли всегда имеет особый вес. Участники гонки чуть ли не более престижным трофеем считают призы губернатора. В Туле лучшим вручали пистолеты ТТ и самовары. Из Великого Новгорода победители увезли куда более весомый приз. Памятник тысячелетия России. Копия в бронзе. Наталья Савицкая, Алена Сувтина, Петр Самосов. Новости Новгородское областное телевидение. Два человека погибли за минувшие сутки в ДТП на дорогах области. Накануне вечером в Старорусском районе водитель мопеда врезался в стоящую на обочине фуру Скания. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще одна авария со смертельным исходом произошла сегодня утром. Около 7 часов на трассе М-10 в Новгородском районе 47-летний водитель Рено Логан с номерами Смоленской области врезался в трактор марки «Беларусь». Как сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции, от полученных травм водитель Рено скончался на месте аварии. Женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении легковушки, доставлена в Новгородскую областную клиническую больницу. Еще один пассажир Рено не пострадал. Также не получил повреждений водитель трактора. Новгородский «Варяг», судя по всему, остановится в шаге от финала Высшей Лиги Чемпионата России по регби. В субботу на стадионе «Электрон» состоялся первый полуфинальный поединок. Соперником стал клуб из Зеленограда, который в 2014-м был победителем турнира. Болельщики, кто не особенно следил за последними выступлениями «Варяга», поначалу немного запутались. В привычной новгородцам зеленой форме на поле выбежали столичные гости, а хозяева на этот раз надели сине-белые футболки. Для «Варяга» этот момент исторический, собственно, как и весь нынешний сезон. Новичок Высшей Лиги выиграл в группе «Б» шесть матчей из восьми, занял второе место и сходу пробился в полуфинал турнира. Высшая Лига для нас дебютная. И в этом сезоне мы ставили задачу выйти в плей-офф. Мы задачу выполнили за три тура до конца группового этапа. Поэтому выход в полуфинал Высшей Лиги – это пока самое высокое достижение для нас. Но останавливаться на достигнутом мы не собираемся. В Высшей Лиге Зеленоград выступает с 2013 года. Побеждал в турнире и один сезон команда провела в дивизионе сильнейших. Зеленоградская рыбийная школа считается одной из лучших в стране. Ее история насчитывает уже полвека. Удивление, с погодой повезло. Мы ехали сюда, как у надежды, что будет дождь. Но вы видите, как бы Бог все нам дал, наоборот, сыграть. Хорошую погоду. Стадион очень хороший, хорошее поле, шикарное покрытие. Удивление, да, очень хорошо. Новгородцы не уступали сопернику в мощи и желании, а вот опыта и серьезной игровой практики им явно не хватало. В нынешнем сезоне Зеленоград провел в три раза больше матчей, чем «Варяг». В первом тайме новгородцы смогли дважды занести мяч в зачетку гостей, но на этом их успехи закончились. Итоговый счет 12-66 в пользу «Зеленограда». И чудо в ответной игре ждать не стоит. Теперь, скорее всего, в середине октября «Варяг» будет бороться за бронзовые медали первенства со столичным «Динамо». Не старый хлам, а драгоценный винтаж. На Ярославовом дворище накануне развернулся большой блошиный рынок. Любой желающий мог продать или приобрести весьма раритетные вещи. Впрочем, организованная барахолка пока для новгородцев в диковинку. Круговорот вещей в природе – явление обычное. То, что одному ненужный хлам, занимающий место, другому – изюминка любимой коллекции. Не случайно блошиные рынки европейских городов – мастхэв для любого туриста. Претендующий на туристический статус Великий Новгород перенимать эту традицию пока не спешит. На воскресной благотворительной барахолке и продавцов, и покупателей по пальцам можно было пересчитать. Но даже при таком минимализме истинному коллекционеру есть на что глаз положить. Вот это вот для хвороста. Помните, такие формочки делали? Хворост с помощью таких форм. Вот это вот паильнички со Старой Руссы. У нас курорт в Старой Руси. Вот такие вот паильнички используют, чтобы пить минеральную воду. От синего сервиза до вязаных кружевных воротничков и школьного диапроектора. Что называется, предметы с историей, верой и правдой, служившие человеку. Некоторые хранят память не одного поколения. Даже щербинка на синей вазочке или отколотый край фарфоровой статуэтки чьё-то бесценное воспоминание. Когда-то вот в умам, наверное, такое было в каждой полированной стенке или потом уже не полированной. Ассортимент барахолки не только умиляет, но и удивляет. Кому в наш век компьютеров и калькуляторов могут понадобиться магазинные счёты с косточками или календарик за 1980 год с товарищем Сталином, пока неизвестно. Но что уж точно на прилавке не залежится, так это старые детские книжки. Те самые, которые нам мамы или бабушки читали. Вот, например, про Петра Первого книжка. Детям будет интересно. Поэтому мне иллюстрации нравятся. Вообще нравятся красивые книжки. Интерес новгородцев к такого рода торговле, как выяснилось, есть. Осталось идею довести до ума, считает эксперт Ольга Макарова. Блошиный рынок – это некий, как я и сказала, праздник, и люди живут этим. Это бизнес, это, я не знаю, там по желанию. Хотите фонды, хотите себе, хотите как бы живите этим, коллекционируйте, продавайте, привлекайте туристов. Но такой район однозначно городу нужен. В этот раз Блошиная ярмарка работала в помощь будущему дому русской сказки. Этот интерактивный проект сейчас реализуется силами энтузиастов на базе ДК Васильева. Помещение уже есть, осталось наполнить его сказочным содержимым. Так что если среди вещей, кажущихся вам хламом, вдруг завалялись ступа Бабы-Яги или скатерть Самобранка, смело несите на барахолку. С руками оторвут. Алена Сувтина, Анина Крючек, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Вышедших из моды сапогов-скороходов и побитого молью ковра самолета это тоже касается. На этом пока все. Связаться с редакцией можно по телефону 70-3003, а все наши материалы оперативно появляются на сайте телеканала новгородофестиви.ру. Уже собравшаяся ложиться в спячку муха в нашей редакции сегодня снова воспряла духом и расправила крылья. Задержится ли в нашей области солнечная погода еще на несколько дней расскажет Кристина Жеребор. Сразу после нас прогноз погоды. А я ненадолго прощаюсь. Наш следующий выпуск в эфире меньше чем через час. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова